Филипп, небулочник, чай-торговец, забил ногами кормилицу своего первенца. Досности, естественно, забил. Забил, находясь в аффекте. Дело все в том, что она проспала ребенка. Вот только что она, вроде бы как, с ним тетишкалась, вышла погулять, задремала где-то там на лавочке скамейки, и ребенок пропал. Цыган не было, их никто не видел. Ну, то есть, вроде бы, как они должны были, могли бы украсть. К хитрованцам это вообще не их. Да, образ, у них своих детей девать некуда, зачем им еще другие младенчики. И факт то, что младенчика нет. И вот в ярости купец, как я уже сказала, убивает эту кормилицу. Слово кормилица, как вы догадываетесь, значит, у нее есть свои собственные грудные детки. И Москва разделилась на две части. Первая часть говорила, ну, что поделать. Ну, отец был в опекте. Вторая часть говорила, в каком бы он опекте не был, мог бы хотя бы узнать, а что с детьми-то, там же явно груднички. Ну, их-то можно было как-то, хотя бы имена узнать, хотя бы как-то денег им дать. Они же явно остались не у дел, то есть ни с кем. Как бы там ни было, история потихонечку забылась. У купца Филиппова рождается сын. В возрасте три года мальчик на фоне полного здоровья внезапно умирает. У купца рождается еще один сын. В возрасте одного года мальчик в день собственного дня рождения ест вишенки, подарился косточкой и на глазах у родителей посинел и скончался. Москва зашумела. Есть суд человеческий, а есть суд Божий. Да, надо сказать, что купец уже после смерти первого же мальчика ринулся искать детишек. Так даже вспомнить, столько времени прошло. Тем не менее, он попечительствует, он огромные деньги отдает в сиротские приюты. Он, естественно, заказывает балетные в степлях. Но, тем не менее, первый, как я уже сказала, скончался, второй скончался. Ну и того, у купца две сестры незамужние. И к ним в очередь никто не встает. Со словами, у вас родовое проклятие. На высоты тоже мальчика страница. Несмотря на достаточно большое бриданное, которое купец за своими сестрами дает. Нет, детки незамужние. И вот в семье рождается девочка. Годик. Все замечательно, все отлично. Не кашлянула, не чихнула. Да, правда, у нее 20 нянек при этом. Девочке три годика. Все отлично, все великолепно. Вы знаете, купец воспрял духом. Но на всякий случай, годик, четыре годика девочки. Все замечательно. Растет в себе замечательный ребенок. Лопочет чего-то, бегает. Книжки уже рассматривает. И вот тогда купец решает поставить дворец для маленькой принцессы, как он это называет. Заказывает архитектурный особнячок. Вот эта вот эргерная часть, там стоял аквариум. В ночное время аквариум подсвечивался. И вся проходящая мог видеть, как там медленно проплывают морские гады. Видите, он делает кокошник, украшает майоликой. Ну, то есть такая стилизация, да, не русского стиля. То есть вроде бы как и дворец с эргерной частью, а вроде бы как и особнячок. Девочке исполняется шесть лет. Видите, как здесь Яузский бульвар резко поворачивает. Девочка сидит здесь на травке. Все так же в окружении мамок-няник. А в это время тут идет повозка с лошадьми. Они тащат воду. Бочки с водой. Что-то вдруг лошадей напугало. Они рванули. И вот здесь на повороте канат, который перевязывал бочки, лопнул. И бочки с водой в рассыпную. Мамки-няньки, естественно, тоже в рассыпную. Только дептеныш один остался на траве. И на нее одна за другой накатили три бочки. Ну, то есть, да, смерть на месте. Купец, в прямом смысле слова, сошел с ума. И таким образом, как вы понимаете, Москва замерла. Вдова купца не может продать бизнес. Она не может этим хозяйством управлять. Она, в общем-то, как бы женщина вся в трауре, вся в трагедии. Но она не может продать даже бизнес. Потому что говорят, о-о-о. А вдруг и на бизнес это проклятие и пошло. Вот так Иван Аркадий Францевич Кашко рассказывает эту историю. Про дом для маленькой принцессы. Ничего не известно, что стало впоследствии с владельцами. Ну, это, кстати, все, естественно, было до революции, до революционный период. Уехали они отсюда, а может быть ушли. Дом стоял достаточно долгое время в запустении. Ну, правда, был национализирован в первые же годы советской власти. Здесь коммунальные квартиры. И очень долгое время. Вы знаете, у меня как-то однажды была на экскурсии жительница этого дома. Еще коммунальных времен, и она говорила, да, нам рассказывали вот эту страшную историю про аквариум. Ну, там, правда, знаете, с уточнениями, что девочка якобы, что-то там еще и аквариум лопнул. И, в общем-то, девочка не просто задавила ее панки, она еще и захлебнулась каким-то образом. Ну, да, тут ужастники, вы же понимаете, московские бабосенки, они любят драматизму придать. В настоящий момент, напомню, территория все так же, ФСБ. Это называется про мебельные ткани, не верьте глазах своим. Ни разу я не видела этот магазин открытым. Да, вот так вот. Так что это все так же продолжается в территории ФСБ и, соответственно, подбирается в Яловский приват. Ну, а там, напомню, вот и Диалский ворон. Ну, а там, напомню, у нас стоит памятник.